Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Джека Плей, а сегодня что? Правильно, Симс, пятница. В общем, прошла неделя с анонса дополнения Старшая Школа. Я думаю, что все рады, потому что это было прям... Ну, знаете, так хорошо показано в трейлере, я очень жду это дополнение. И разработчики молчат, не говорят никаких подробностей до официальной трансляции, но тут появились сливы грядущего обновления, также слили карту города, и мне не терпится вместе с вами все это обсудить дело. Ну и чтобы наше обсуждение стало намного краше, предлагаю вам что-нибудь к просмотру взять. У меня сегодня просто холодная вода, потому что я не хочу ни чаев, ни кофеев, ничего. Не хочу, хочу просто пить воду, и вы что-нибудь берите к просмотру, а я, собственно, перехожу к рассказу. Первым делом я хочу поговорить о грядущем обновлении, которое будет достаточно масштабным, потому что, судя по тому, как разработчики затизерили нам этот сезон, там фигурировало то, что нас ждет какое-то глобальное обновление. Как мы знаем, разработчики еще до выхода дополнения, ну, как анонса дополнения, рассказали о том, что волосы на теле появятся. Собственно, это было продемонстрировано, это все подтвердилось. Еще из блога стало известно, что подростки получат новую систему отношений, или что-то в этом роде, то есть будет улучшена система, скорее всего, она придет также с обновлением. И! И! Были слиты изогнутые стены, которые добавятся также, скорее всего, с обновлением. Сначала новый аккаунт в Твиттере опубликовал скриншот, на котором была показана изогнутая стена. Потом сообщество начало строить теории. Люди увидели стену в трейлере, как и окно из дополнения. А потом и вовсе мотоделы подтвердили, что нашли новые строчки в коде игры, связанные с опциями стен. Это классная функция, я очень, на самом деле, рад этому, потому что я помню, когда нам добавили изогнутые стены, еще в базовый 2014 года, Sims 4, и я прям хотел, чтобы разработчики сделали еще и закругленные стены. И они это сделали, и это же круто! Многие уже, знаете, думают о том, что разработчики поглядывают в сторону Paralives, так как в Paralives это уже было показано. Возможно, я не спорю. И знаете, что мне кажется еще? Что разработчики сами сливают все это в сеть. Я думаю, что разработчики это делают для того, чтобы поднять, как бы, обсуждаемость дополнению и заинтриговать игроков. Ну и посмотреть на реакцию, что же думает сообщество. Как вам такие подробности? Как вам такое бесплатное обновление, которое принесет в игру очень много функций? Изогнутые стены, волосатость на теле, скажем так. Потом новую систему отношений, вот это развитие подростков. Это же круто! Так что ждите видос, он будет на канале, мы там все посмотрим и разберем. Сначала слили нам закругленные стены, потом и вовсе карту мира. Вот он, перед вашими глазами, городок Коппердейл. Он имеет 12 участков и 3 района. То есть, как вы можете заметить, тут у нас есть район со школой. Я так понимаю, это будет, получается, новый тип участка, связанный с выпускными. Тип школы. Также какая-то новая кофейня, где мы видим вот этот вот напиток с тапиоки, если не ошибаюсь. Также у нас тут есть библиотека, 2 жилых дома. Вот это пристань, где у нас есть колесо обозрения, вот эти все домики с страшилками, все такое. Парк и еще 4 участка. Один из которых является отпускным. Ну, слушайте, городок очень сильно напоминает реально мне Бриндлтон Бэй. Что-то такое, знаете, между Бриндлтон Бэем и, наверное, Мунвудмилом. И мне город очень сильно нравится. Не знаю, как вам, напишите в комментариях. Потому что разочарован в том факте, что опять 12 участков, ну хотя бы 15 бы дали. Ну хотя бы 16 там, не знаю, 14. Ну почему так мало участков? Ну ё-моё, ну сколько можно? Хотя, знаете, как я и думал, что школа будет рядом со стадионом. Что, в принципе, логично. Вот у нас стадион и школа. Я хочу больше участков. Винденбург у нас представляет 20 с чем-то участков. И все, это самый большой город. А все остальные? 11, 12, 14, 11, 13. Ну блин, как-то маловато. Я знаю, что разработчики могут больше сделать участков, но почему-то не делают. Но город красивый. Я тут согласен. Он красивый. Разработчики в Твиттере опубликовали гифку и подписали то, что нас будет ждать в старшей школе. То бишь, какие внеклассные занятия. Помимо чирлитингов, в дополнение старшей школы войдут футбольный, шахматный и компьютерные клубы. Скорее всего, система будет схожа с той, что была с дополнением в университете. И теперь представьте. В университете мы имеем закрытое обучение и внеклассные занятия. Там компьютерный клуб, художественный клуб и тому подобное. И на этом, в принципе, было завязано это все обучение. То есть мы приходим в общежитие, заполняем доску, пишем всякие там на компьютере документы. Я так понимаю, всякие курсачи. Также пишем какое-то домашнее задание при помощи книг, там изучаем, если не ошибаюсь. И ходим на неклассные занятия. Все. Вот и все ваше как бы обучение в университете. И люди говорят о том, что в старшая школа будет то же самое, то же самое нас ждет. Вот в трейлере нам показали все красиво, но это будет не так. Ребят, нам показали открытую школу. И это вау, как круто. Потому что все-таки университет все ждали открытый. А мы получили как бы фиг с маслом. Я не думаю, что дополнительная старшая школа покажет себя с плохой стороны. К тому же у нас есть классный городок. У нас есть открытые как бы школы. У нас есть неклассные занятия дополнительные. У нас будет развитие сюжета. У нас даже есть в городе, мать вашу, маленький такой фестиваль, где будут различные ярмарки проходить. Я так понимаю, там колесо обозрения. Там вот этот вот дом с призраками. Всякие киоски, фотобудки. Я думаю, что это ни хрена не мало. Это очень хорошее будет расширение. И я в этом уверен. Ну и многих фанатов разочаровал тот факт, что в дополнение не входят музыкальные группы. Я думаю, что разработчики 100% выпутят игровой набор. Или же дополнения, связанные с музыкальными группами певческой карьеры. Так как это очень, как бы такая горяченькая тема. И никто ее не пропустит. Так что не переживайте. Разделение контента идет полным ходом. Выпьем за это. В твиттере я наткнулся на очень интересный концепт. Как же могли бы выглядеть приходи в Sims 4. Эта система представляет собой желания и страхи, как в Sims 2. За выполнение которых Sims может заработать. Или же лишиться баллов счастья. Мне бы хотелось, чтобы разработчики реально все-таки усовершенствовали данную систему. Потому что прихоти потеряли какой-либо смысл. Так как уже, ну как бы я думаю, многие ими не пользуются. Их можно тем более в настройках отключить. Мне очень нравились желания в Sims 3. Мне очень нравились прихоти в Sims 2. Особенно страхи. Потому что накопить баллы как бы в Sims 4 легко. Особенно с жизненными целями, которые выполняются просто вот так. А вот потерять их намного сложнее. Да, тем более награды все очень дешевые достаточно в Sims 4. Как стало известно из поста автора, разработчики продолжают работу над изменением системы. Но раз разработчики все-таки продолжили работу над улучшением системы прихотей. Что могу сказать? Это очень даже хорошо. Потому что прихоти должны быть в Sims 4. И должны раскрыться совершенно по-другому. Вот. Что вы думаете? Напишите в комментариях. Я в комментариях получаю просто пачками сообщения о том, как же приобрести сейчас дополнение в Sims 4. Я знаю, сейчас у нас трудная ситуация. Ограничили два региона в покупке ключей. Это Россию и Беларусь. И многие просто рвут волосы и не понимают, как же приобрести дополнение. Все очень просто. Вы должны иметь или же зарубежную карту, которая пройдет. И вы сможете через VPN оплатить покупку. Или же вам нужно найти знакомого, который с зарубежной картой оплатит вам покупку или же подарит. Но если вы захотели, чтобы вам подарили подарок, то ваш аккаунт должен также находиться в той же стране, из которой как бы дарение происходит. Как-то так. Но будьте внимательны, что если вы будете пользоваться различными скидками того или иного региона, это приведет к блокировке аккаунта. Поэтому будьте тут бдительны. Но вроде как еще есть способ, где на Авито покупатель из-за рубежа выставляет ключик. Вы его покупаете и активируете у себя в Ориджине. Более подробно об этом способе можно узнать в группе ВКонтакте Nothing But The Sims 4. Ссылку я оставлю в описании. Поэтому читайте, узнавайте. Там очень много хороших отзывов, поэтому вам там помогут. Имеется еще интернет-магазин плати.ру, на котором собрано большое количество различных ключей. Там представлены различные продавцы из-за рубежа, которые продают вам ключи за рубли. То есть все очень легко. И, кстати, там все зависит от долларового курса. Вы можете приобрести игровые наборы, дополнения, даже каталоги и комплекты. Вот если честно, комплекты там очень бешеных денег стоят и каталоги тоже. А вот дополнения и игровые наборы можно купить даже с хорошей скидкой. Поэтому ссылку оставлю тоже в описании. Пришло время подвести итоги розыгрыша на игровой набор «Оборотни» и комплект «Маленькие туристы». Для участия в розыгрыше игрового набора необходимо было оформить спонсорскую подписку, за что я вам очень благодарен. И тем самым 17 участников попытали свою удачу. И победителя, которого я выбрал рандомным способом, вы видите на своем экране. А теперь мы посмотрим, кому же улыбнулась удача с получением комплекта. Этот счастливчик также был выбран рандомным способом. Победителей я поздравляю и скоро с вами свяжусь и отдам ваши заветные призы. А все, кто не победил, не расстраивайтесь, потому что в ближайшем будущем вас ждет еще много различных интересных конкурсов и розыгрышей. Так что следите за каналом и не пропускайте мои видеоролики. Ну вот и пришло время подводить итоги нашего выпуска. Вот такие вот у нас новости, подробности, сливы. Очень много сливов в последнее время, очень много. С одной стороны это прикольно, с другой стороны как-то странно. Хочется какого-то, знаете, прям чувства интриги, а ее все-таки нету. Потому что все сливается и это очень печально. А что вы думаете по поводу этих сливов? Я думаю, что это сливают разработчики, вот честное слово. Также напишите в комментариях, как вам система прихоти, которую разработал один из фанатов. И, возможно, что-то похожее мы получим в Sims 4. Очень бы хотелось, вот честно. Потому что прихоти в Sims 4 очень странные. Ребят, спасибо большое, что вы смотрели данный видеоролик. Не забывайте ставить палец вверх, писать свои комментарии внизу и подписываться на мой канал. Также оформляйте спонсорскую подписку. Там очень много эксклюзивного материала, который уже доступен на Boosty. А все, кто меня спонсирует, выражаю вам особую благодарность. Спасибо вам большое за поддержку. Благодаря вам выходят данные видеоролики. Всем большое спасибо, что вы были со мной. Увидимся в следующем видеоролике. И пока-дова! Субтитры сделал DimaTorzok